1 ноября 2024 год еще одно видео сделаю в общем-то по мотивам предыдущего прошлое видео написал что почему мы сидим в окопах там почему эти прилеты там терпим не сдрыснули там блин да на третьем году крупномасштабки там в ато не сдрыснули объяснял что для себя я это как бы оправдываю тем что то что прилетает по мне эти уже пять лет считаю войны за мою жизнь то есть это то что не прилетит по харькову так поэтому как пацана 11-летнего убила то есть какие-то ресурсы врага снаряды отвлекаем на себя и мне на это раз россияне пишет что если бы не сидели в окопах и по гражданским и по городам не прилетала вот такие начали а то русофобы там и так далее ребята мне шестой десяток я родился советском союзе более того я родился в россии у меня мама русская я точно совершенно не русофоб мои родители закончили харьковский политехнический институт и направили их мать моя уже на девятом месяце мною было они поехали там выражать рожать меня на урал впереди город лысый родился хорошо что они быстро оттуда уехали через полтора года слава богу хватило им глузду вернуться в украину я русскоговорящий из харькова я за свои блин на шестом десятке лет я ни одного дня не говорил по украински я всегда говорю по-русски я на английском больше говорил чем по украински своей жизни то есть когда вы защищаете русскоязычных якобы до 14 года ну практически там до 14 я был совершенно лояльным к россиянам украине с харьковчанин но понимаете как получается потом я 1 марта допустим 2014 года с женой и младшим сыном ему на тот момент было четыре года мы на сумскую приезжаем как люди голубков купить жене сапоги бы в этот ну неважно куда это магазин в элфа это я вижу на площади дзержинского тогда еще было сейчас площадь свободы а может тогда уже было ну неважно не принципиально как штурман берут облраду здание облсовета в харькове напротив ленина которая если кто там не представляет себе харьков и когда вы можете это посмотреть по видео я это видео своими глазами я записывал это все на видео я выложил это все у себя на youtube канале там можно проверить то есть вам это надо смотреть и это видео со своими глазами человек из москвы гражданин российской федерации сорвал создание областной администрации харькова архитектор костенка кстати 1 милисма сорвал украинский флаг и водрузил на нем сраный триколор российский это было 1 марта а то если вы не помните началось 14 апреля так более того феврале месяца уже россияне захватили парламент крыма в марте 2014 года россияне объявили что крым теперь их территория что они присоединили себя крым они аннексировали крым в марте да а то было там еще как вот этот не помню как его лепрекон блин моторола он хвастался что его подразделение первый бой давала в харькове на рымарской какого там 9 марта по моему лишь это такое посмотрите видео есть он там высказывается этот трупа когда вы мне рассказываете что из-за нас началось а то а не за того что другое государство которому ну я не знаю ну большая часть харькова совершенно мы считаем моего дома до который сейчас вот это бомбят дай на северной салтовке который вот этот 11 летний парень погиб в двух порталах от меня я северной салтовке и вы мне рассказываете чтобы мы 26 километров до российской федерации от моего дома просто даже не от границ харькова просто от моей девятиэтажки россияне ездили к нам на барабашова блин мы совершенно к ним как своим то относились как тот рочный ровно так же как если украинского харьков вообще никогда не слышишь и вы пришли вы блин сейчас носите харьков с лица земли стирайте как стирая стерли уже несколько городов у меня в отделении даже не в подразделении в моем отделении понимаете у меня один пацан из попасной где стерли нафиг его блин жилье второй пацан из курахова который вы сейчас пытаетесь захватывать были тоже будете стирать 3 из углидара старшина понимаете который вот тоже так а я отец мой из купинска да вот у меня мать русская отец украинец отец из купинска там уже столетиями мои предки живут то есть я говорю у меня там в доме лежит рушник которым выше то еще сто пятьдесят лет назад моими предки одежда я крыльченко же его на украинской мове блин это и это я русифицированный отец мой русифицирован а бабушки мои прабабушка не говорили там по украински ладно короче когда вы пытаетесь взвалить вину на украинцев за то что беднейшая страна европы украина напала якобы хотела напасть на вторую армию мира на россию вы либо сами шизануты либо нас такими считать мы отбиваемся от оккупантов понятно не переймайте себе до украины